Вам нужно покончить с неуверенностью и начать ходить в Божьей уверенности. Лучше я буду с верой идти по воде, чем сидеть в лодке со своими страхами, тревогами и неуверенностью. Я покончил с лодкой. Я готов ходить по воде. Церковь, скажите, покончена. Привет, я Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор, неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться ним с вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди, и вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Откройте Библию, 1 Петра, 4 главу. Петр обращается к церкви. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Скажите, я перестаю грешить. Петр пишет, что наше отношение должно быть таким же, как у Христа. Для чего же Иисус пошел на крест? Интересно, Его последним словом перед смертью было «свершилось». Другими словами, Иисус сказал, «Я закончил». «Я заплатил цену за ваши грехи». Иисус сказал, «Свершилось». И вам нужно с тем же отношением сказать, «Я исполню волю Бога, я покончу с рабством греха». Написано, вооружитесь той же мыслью, чтобы перестать грешить. Во втором стихе сказано, «Для чего человек перестает грешить?» Чтобы остальное воплоти, время жить уже не по человеческим похотям. Дело вот в чем. В Римлянам, глава 6 стих 11, сказано, что мы умерли для греха, когда стали христианами и последовали за Христом. Библия говорит нам считать себя мертвыми для греха. «Я мертв для греха?» Да, несмотря на это, человеческие похоти не исчезли, и нам нужно каждый день их умерщвлять. Эти похоти стремятся вновь войти в нашу жизнь. Они хотят воскресить ветхого человека. Я говорю не о пожилых людях, а о прежнем образе жизни и о прежнем отношении, гневе, зависимостях, в вещах, которые делать не нужно, в вещах, которые воскрешают вас обиду, непрощение, стыд, тревогу и переживания. Петр пишет, «Пора покончить с прежним образом жизни». Скажите, «Покончено». Покончено. Почему с ним сложно попрощаться? Помните песню, где поется «Так сложно сказать прощай вчерашнему дню»? Почему это сложно? Потому что нам так удобно. Нам удобно жить с зависимостью, удобно поступать по-старому, удобно лениться. Нам нужно покончить с ленью. Легче улечься спать на диване, чем пойти в спортзал на тренировку. Проблема в том, что некоторые люди сочтут это за послание. Разрешением покончить с тем, к чему призвал их Бог. Они не в силах покончить с тем, от чего Бог призвал их отказаться. Кто-то решит это пророчество. «Я покончу со своим браком». Нет, нет, нет. Вам нужно трудиться над своим браком. Брак — это Божий замысел. Один мужчина, одна женщина — это завет. Мы верим в силу брачного союза. Но у кого-то из вас есть роман на стороне. Вы не в силах с ним покончить, зато готовы порвать с женой. Нет, вам нужно покончить с неправильными вещами и посвятить себя союзу от Бога. Вам нужно покончить с тем, что нравится, и посвятить себя тому, что правильно. Кому-то удобнее вести распущенный образ жизни, грешить, жить в рабстве. Израильтянам тоже было удобнее жить в рабстве. У фараона. Да, мы жаждали свободы, зато нас бесплатно кормили. Нет, вы работали за еду. Да, но зато фараон о нас заботится. Нет, он использовал вас и убивал ваших детей. Моисей хотел вывести народ из египетского рабства. И, наконец, ему это удалось. Но умом своим люди привыкли к прежнему образу жизни. И потому говорили, в Египте было намного лучше. Они так привязались к прежнему образу жизни, что не видели, что хочет сделать Бог. Нам нужно сказать, сегодня я покончил с рабством греха. Давайте споем старую песню. На-на-на. 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 Да, отлично. Колоссянам, глава 3, стих 3. Павел пишет церкви, «Ибо вы умерли». Я знаю, что хочется воскресить прошлое, но это не история Лазаря. Ваша прежняя жизнь должна умереть, она мертва. Ваша новая настоящая жизнь может быть сложной, но вы вооружитесь той же мыслью, что была у Христа. Посвятите себя сражению за настоящую жизнь, который призвал вас Бог. Иоанна, глава 10, стих 10. Вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Жизнь победы. Кто жаждет жизни с избытком? Это воли Божьи. Если вы думаете, нет, Бог приготовил для меня унылую жизнь в поражении печали, значит, вы читаете не ту Библию. Слово Божье говорит, что вы будете иметь жизнь с избытком. Но для этого вам нужно порвать со всем тем, что удерживает вас от новой судьбы. Вам нужно сказать, «Я покончил с прошлым», со всем тем, кто хочет проникнуть в мое настоящее. В пятом стихе Павел продолжает. Итак, «Умертвите земные члены ваши, несущие смерть». Скажите, «Умертвите». Вы должны их умертвить, уничтожить. Вам нужно умертвить эту нечистоту. Почему, Пол? Ведь это приятно. Грех обходится дороже, чем вы готовы заплатить. Он обещает вам все, но оставляет вас ни с чем. Пора покончить со всеми этими вещами. Вам нужно покончить с похотью, нечистотой, с тем, кто диктует вам чувства. Мир говорит, «Если нравится, сделай это». Однако это рабское подчинение чувствам. Вам нужно перестать жить чувствами, перестать им подчиняться и сказать, «Чувства, вам нужно смириться перед моей верой в Бога». Не вера должна следовать за чувствами, а чувства должны следовать за моим посвящением Христу. «Я вооружаюсь тем же отношением, что у Христа, и не позволю чувствам мною управлять». Раньше вы жили так, не зная никакой иной жизни, но теперь вы знаете, что есть другая жизнь. Теперь вы можете идти дальше. Лучше. Скажите, зачастую, решив следовать за Иисусом, мы становимся старше, но не растем. Вы уже должны были окончить этот институт, покончить с такими вещами, как стыд и осуждение. Сегодня вы можете сказать, «Покончено». Покончено. Иначе вы ограничены. Незрелость вас ограничивает и мешает жить той жизнью, которой вас призвал Бог. Павел писал, «Возлюбите чистое, словесное молоко Слова Божьего». Пришло время отказаться от дешевых лакомств и фастфуда. Пришло время покончить с жизнью в незрелости. Павел писал в Коринфянам, глава 13, «Когда я был младенцем, то помладенчески говорил, помладенчески мыслил, рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Пришло время попрощаться с ребячеством, которое было во мне свойственно. Пришло время вырасти и покинуть страну сказок». Помните песню о динозаврике? «Не хочу взрослеть, покрепче обниму свою игрушку». Многие христиане до сих пор поют эту песню. «Не хочу взрослеть, не хочу оставлять прежние привычки». Бог говорит, «Время настало, пора». Питер Пэн, тебе однажды придется оставить свою страну. Позрослев, он понял, что смерти бояться не стоит. Многие не оставляют привычный образ жизни, боясь слишком высокой цены за новую жизнь с Богом. Вам нужно покончить с неуверенностью и начать ходить в Божьей уверенности. Лучше я буду с верой идти по воде, чем сидеть в лодке со своими страхами, тревогами и неуверенностью. «Я покончил с лодкой, я готов ходить по воде». Церковь, скажите, «покончена». Кто-то протянул руку, несмотря на отчаяние, и сказал, «Я устал от наследственного проклятия. Я знаю, что такими были и отец, и дедушка, но сегодня проклятие разрушено. Сегодня оно закончилось». Сегодня я расскажу о том, с чем вам, как и мне, нужно покончить. Первое. Я покончил с поисками своей ценности в неверном источнике. Я покончил с поисками своей ценности в неверном источнике. Скажите, пожалуйста, чем вы сейчас питаетесь? Иногда сложно покончить с тем, что вас питает. Вам кажется, что это хороший источник. Вы думаете, что это помогает вам? Притчи, глава 26, стих 22. Слова наушника, как лакомство. Когда вы с друзьями сплетничаете о других людях, вам кажется, что вас это питает. Но это дешевые лакомства. Это не полезно. Знаете, какие бывают ловушки для крыс? Эти ловушки убивают не сразу. В них лежит пища без питательной ценности. Крыса съедает эту пищу, потому что у той приятный вкус и запах. Однако через несколько часов крыса погибает, потому что эта пища была ядовитой. Враг действует точно так же. Он пытается накормить вас пустой пищей. Он пытается накормить вас пустой пищей. Он пытается заставить вас искать свою ценность в пустых источниках. Он хочет развить у вас зависимость от этих источников. заставить думать, что алкоголь вам может, поможет, что вам помогут деньги, что вам помогут лайки в инстаграме, что вам поможет одобрение общества, что вам поможет ваш бойфренд. Но в какой-то момент вы понимаете, что все совсем не так, что это не питает вас. В 4 главе Иоанна Иисус говорит женщине с самарянкой. Она хотела пить. «Скажите пить. Сегодня здесь есть жаждущие». Эта женщина хотела пить, Иисус сказал, «Дай мне пить». Она спросила, «Почему ты просишь у меня пить?» Он ответил, «Если бы ты знала, кто просит тебя, ты бы сама просила у него». Знаешь, что у тебя было пять мужей, и ничего не сложилось. А тот, с кем ты сейчас живешь, даже не муж тебе. Ты пытаешься заполнить пустоту в своей жизни мужчинами. Когда-то в колледже я услышал песню «Дыра размером с Бога». Во всех нас есть дыра размером с Бога. Эту пустоту может заполнить только Бог. Самарянка меняла одного мужчину на другого, пытаясь заполнить пустоту в своем сердце. Иисус сказал ей, «Это тебе не поможет. Это не тот источник. Это разбитая цистерна, пустой колодец. Ты будешь заводить отношения то с одним, то с другим, а они будут один за другим разбивать тебе сердце. Вода, которую я дам тебе, напитая тебя по-настоящему». Женщина сказала, «Дай мне этой воды». Иисус сказал, «Это Мессия. Я тот, кого ты ищешь». Женщина тут же побежала в город. Она не признавала его своим спасителем, а город не откликался на призыв к алтарю. Иисус действует независимо от реакции на семя слова, посеянное в чью-то жизнь. Кто-то из нас ждет урожая от посеянных вами семян. Вам кажется, что этот урожай вас насытит. Посмотрите, что делает Иисус. Он сеет семя, не ожидает людей отклика, не ожидая урожая. В 31 стихе ученики пришли к Иисусу и сказали, «Рави, ешь». Скажите, «Ешь». Люди все время хотят накормить вас чем-то. Иисус говорил, «О ней физической пищи, что помогает вам чувствовать себя успешным, что помогает чувствовать себя значимым, в чем вы обретаете свою ценность». В 33 стихе Иисус говорит, «У меня есть пища, которой вы не знаете. У меня есть пища, которой вы не знаете». Они думали, «Кто дал Ему эту пищу?» В 34 стихе, «Моя пища». Скажите, «Моя пища» это то, что меня питает, то, что помогает чувствовать свою ценность и принадлежность. Источник Мои ценностей и силы Моя пища. Творить волю пославшего Меня и завершить Его работу. Тем самым Иисус сказал, «Я питаюсь, сея семя, а не понижая урожая посеянного. Меня питают Мои семена». Вы скажете, «Семена» нужно сеять, а не есть. Да, но ваша пища и удовольствие это сеять семя, а не ждать реакции людей на посеянные семена. Бог сказал, «Пол твоей проповеди прекрасны. Ты сеешь семя. Ты не можешь контролировать почву. Можешь только сеять семя». Вам кажется, что вас насытит новая машина. Но сказано, что это труд на ветер. Этот ветер выглядит по-разному. Для многих из вас труд на ветер — это охота на подписчиков в Инстаграме, на реакцию в Фейсбуке, на комментарии. Этого жаждут и проповедники, и отцы семейств. Но им всегда мало. Пока вы не позволите Иисусу определять вашу ценность, вы никогда не насытитесь. Сколько бы денег вы не заработали, какую бы машину не водили, сколько бы славы не имели, сколько бы аплодисментов не пожинали. Мне нравятся клюшки для гольфа, которые мне подарили. Но моя пища — это проповедь Слова Божьего, а не ваша реакция на Его дело. Скажите кто-нибудь, «Я покончил с поисками ценности в неверном источнике». Иисус сказал, «Моя пища — это творить волю Бога». В Матфея, глава 4, стих 4, также сказано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Другими словами, меня питает не только послушание Богу. Я питаюсь тем, что говорит обо мне Бог. Бог, а не люди. Я покончил с тем, что ищу свою значимость во мнениях людей. Второе. Я покончил с тем, что враг контролировал мое внутреннее «я». Все спортсмены знают, если повлиять на вашу голову, можно испортить ваше выступление и поведение. Вот почему разум и сердце так важны. Если враг сможет проникнуть в ваши мысли, если он сможет контролировать вас изнутри, он сможет формировать ваш образ жизни. Если мыслить, как проигравший, вы будете в проигрыше. Возможно, вы часто думаете о стыде и вине прошлого и всегда переживаете о будущем. Хватит ли денег? Как мне со всем справиться? Хватит ли у меня сил? Смогу ли я? Эти чувства неполноценности и неуверенности ограничивают вашу способность ходить по вере. Сегодня я покончил с тем, что враг контролирует мое внутреннее «я». Я говорю ему, убери руки с Божьей уверенности. У меня ум Христа. Я лишаю тебя власти над моим разумом, моим самым ценным имуществом. Сегодня я беру над ним власть. Павел писал церкви целое послание о разуме, о внутреннем человеке. Это послание филиппийцам. Так говорится о вашем внутреннем «я». В четвертой главе филиппийцам он пишет, «Радуйтесь всегда о Господе». Он писал это, находясь в тюрьме, в самой нижней камере, куда стекали все сточные воды города и кишели крысы. Это было грязное, отвратительное место. Но Павел решил, что внешнее не будет определять внутреннее. Радость — это внутренняя работа. «Я больше не буду делегировать свою радость жене, начальнику, семье, детям или обстоятельствам. Если ваша радость зависит от внешнего, то пришло время взять под контроль свой разум и сердце и сказать, «Я буду радоваться, несмотря ни на что». Павел писал в 7 главе первое коринфянам. «Не нужно мечтать о каком-то другом месте, где вы будете делать что-то другое с кем-то другим. Там, где вы сейчас, это ваше место от Бога. Кто-то из вас физически здесь, а мыслями — где ты еще? Вы скажете, «Пол, я здесь». Да, но я вижу по вашим глазам, что вы мысленно сейчас в кафе с друзьями или думаете о футболе. Женщины, казалось ли вам, что во время разговора мужчина вас совсем не слушает? Вы правы. Он смотрит на вас, одумает о еде, футболе или приключениях. Давид задавал себе вопросы. Одним из способов с чем-то покончить, спросить у себя, «Почему я допускаю?» В Псалме, глава 41, стик 12, Давид спрашивает себя, «Что унываешь, душа моя?» Вам нужно научиться спрашивать себя. Мысли о суициде нет ни от Бога. Но за последние годы мы видели, что пасторы совершают самоубийство. Не потому, что не знают слова, а потому, что не знают, как покончить со своими чувствами. Чувства управляли. Если враг заставит вас думать, «Никто меня не любит, никто не защитит, все против меня», то падут даже великие пасторы. Поэтому Давид и говорил себе, он боролся с чувством страха, депрессии и сомнениями. Исполнятся ли его мечты, его судьба? Между помазанием в будущем царей и его назначением на царство прошло около 16 лет. Помазание не приведет к назначению автоматически. Между помазанием и назначением было 16 лет смущения. Несмотря на это, Давид научился говорить себе, «Возложи свои надежды на Господа. Чувства. Вы мной не владеете. Я покончил с депрессией. Я покончил с тревогой. Я порываю со страхом. Я покончил с зависимостью. Я порываю со сравнениями». Церковь, скажите, «Я покончил с этим». Третье. «Я покончил с тем, чтобы быть рабом своего состояния». Я больше не раб своего состояния. Помните историю о женщине, которая 12 лет страдала от кровотечения. Она была рабом своих болезней. У кого-то из вас внутреннее кровотечение. Это кровоточит от боли ваше разбитое сердце. Это не физическое кровотечение. Это просто боль. Внутри себя вы умираете из-за того, что кто-то что-то вам сделал или сказал, или же не сделал и не сказал, либо вы сделали что-то и вам стыдно. Враг держит вас в оковах стыда и рабства. Если ему удастся держать вас в оковах стыда, он может удержать вас в замкнутом круге страха. Раз уж так, оставлю все как есть. Пока он держит вас в осуждении, вы по-прежнему будете жить с зависимостью. Страдая от кровотечения, она обращалась к одному врачу за другим в поисках лекарства. В 26 стихе сказано, она истощила все, что было у ней и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Враг процветает, когда нам плохо. Вам нужно сказать, я покончил с сигаретами, с порнографией, покончил с романами на стороне, с тем, что мне не следует делать. Я покончил с жизнью в стыде, зависимости и страхами. Та женщина устала от своей затяжной болезни. В 27 стихе сказано, она услышала об Иисусе. Скажу вам, Иисус здесь. Он здесь. Вокруг Иисуса была толпа народа. Всегда была толпа народа. Отчаявшись, женщина пробиралась сквозь толпу. Отчаялись ли вы настолько, что готовы на все? На все? Устали ли вы так, что готовы на все? Дорогая церковь, пришло время стать теми, кем вы призваны быть. Никаких игр. Нужно быть или быть горячим или холодным, но не теплым. Не так. Одна нога здесь, другая там. Пора оставить свои прежние поступки, жалобы, оправдания и прежние вредные привычки и быть готовым к тому, что приготовил Бог. Наконец, женщина протиснулась сквозь толпу и коснулась края одежды Иисуса. В этот момент Иисус что-то почувствовал. Он почувствовал, что из него вышла сила. Он тут же повернулся и спросил, кто ко мне прикоснулся. Ученики удивились, о чем ты? Народ теснит тебя, и все к тебе прикасаются. Нет, меня все толкают. Тысячи людей приходят в церковь, но кто-то только что прикоснулся ко мне с верой. Кто-то протянул руку, несмотря на отчаяние, и сказал, «Я устал от наследственного проклятия. Я знаю, что такими были и отец, и дедушка, но сегодня проклятие разрушено. Сегодня оно кончилось. Я буду первым в своей семье, кто окончит колледж. Я буду первым в семье, кто покончит с алкоголем. Сегодня я покончил с этими вещами. Я улетаю, как Мэри Поппинс. Я покончил с этим. Я покончил. Я покончил с этим. Вопрос к вам. С чем вам нужно покончить? С чем просит вас покончить Бог? Вам нужно разрушить дух страха. Вам нужно порвать с духом депрессии жить в союзе со своей женой или мужем. Кто-то испытывает соблазн порвать и покончить с тем, что дал вам Бог, с тем, к чему Он вас призвал. С чем вам нужно покончить? Возможно, нужно порвать самодовольствам, с гордостью или геизмом, чтобы вы могли посвятить себя служению, как мама, папа, жена или муж, на работе или в церкви. Я приглашаю вас молиться вместе со мной. Это молитва о том, как покончить с неправильными вещами и посвятить себя правильным вещам. Скажите, Иисус, я смиряюсь. Сегодня я решил покончить со всем тем, что удерживает меня от твоей судьбы и предназначения. Я весь твой. Бог во имя Иисуса. Аминь. Теперь ваш следующий шаг — это укорениться в церкви. На нашем веб-сайте вы всегда сможете смотреть наше послание. Адрес сайта вы увидите на экране. Там вы сможете связаться с нами, оставить свою молитвенную просьбу или свидетельство, поделиться с нами, как повлияло на вас это послание или дать знак, что мы можем молиться о вас. Мы очень любим вас. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо всем, кто жертвует, чтобы мы могли продолжать телеслужение. Не забывайте ваши лучшие дни прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова